Так, а у нас на связи уже Александр Милюков. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Извиняюсь, что мы немножечко задержались, но наши зрители тоже вот очень вас всех ждут. И поэтому я думаю, что, дорогие друзья, у нас сейчас наше выступление начнет Александр Милюков. Александр, пожалуйста, вам слово. Добрый вечер, уважаемые участники конференции. Я художник Александр Милюков. Сегодня проведу с вами мастер-класс о живописи. Сначала немного, несколько слов скажу о себе. То есть я, ну сначала у меня было техническое образование, потом как бы лечение к живописи переселило. Я решил поменять свою специфику и вступил в Басковое художественное училище на отделение женедеси. Получился там пять лет. Во время обучения больше всего меня интересовало пейзажная живопись. То есть я больше всего времени проводил в музеях и копировал в шедевры великих русских пейзажистов. Оленов, Сышкин, Снерадский, Саврасов и много других. Ну это, конечно, изучение классики, очень понаблонное формирование моих художественных вкусов. И как бы постепенно от этого копирования там начали появляться свои идеи, творческий пейзаж. После окончания училища какое-то время жил в Москве. То есть участвовал в международных выставках. В прошлом году участвую в международных выставках, в международных жюри. Я отметил достижения. Я создавал там первое место. Я получил такой фундамент. И плюс еще диплом у меня получил такую золотую медаль международной художественной выставки. Немного хотелось бы показать, чем я сейчас занимаюсь. Есть несколько картин. Некоторые находятся в процессе работы. Некоторые закончены. Так видно. Дальше. В принципе, на мастер-классе мы будем тоже южный пейзаж писать. То есть тут в классе, который я сейчас проведу, мы будем писать море, там город, далее облака. То есть сейчас еще какие-нибудь работы. Так, это у нас лес изображен. Все-таки пейзажи тоже пишу там лесные. То есть я как бы не зациклюсь на какой-то одной теме. Я работаю в разнообразных направлениях. Ну, в пейзажных направлениях. И море там писать. Южные пейзажи там. Ну, все что угодно. То есть. На основном тоже все это пейзажи. То есть в процессе работы есть такая небольшая картинка. То есть тут можно еще доработать. Ну, стену там. Вот кого лучше. Надо писать ее. Тут какие-то картины я пишу. Ну, допустим, по воображению. По составлению. Тоже интересно смотреть, когда картина еще не закончена. То есть можно какой-то этап работы, ну, прослеживаться. То есть как бы по пятнам. То есть сегодня мы тоже вот. Будем. 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 Будем подать. То есть сегодня на мастер-классе я тоже буду вас учить вот. Писать. Море. Как пишется море. Там. Берег. Тоже будет. Горы вдали. Небо. Ну, там есть какие-то камни. То есть довольно-таки ну, похожие сюжеты. Дебри такие лесные. Почти как кушишки. Если получится так проработать. Ну, это не копия, это как бы моя фантазия. александр сегодня у нас вид с моря города по моему березку еще есть я ездил дачка немного дома дома уже в мастерской доработано также хочу сказать сразу посмотрим как раз это уже относится к мастер-классу который записи ну вот сегодня мы как раз в ходу выступления в конце скажем об этом можно посмотреть поближе так лучше то есть она вот сейчас закончена видео то что записи на мастер-классе где-то в течение трех часов я объясняю подробно как написать эту картину то есть сейчас я смотрю в интернете очень часто появляются там начинающих художники пытаются копировать на и картину так как я преподавали не узнать как пишется так что сегодня наверное грант живописи возможно представлять как бы я сказал как по самым делается чтобы там пытаться не делать копию с моей карты чтобы не делали там грубых ошибок то есть чтобы даже ваши копии были достойного качества так можно на этом что-то заработать что я часто картины выставляют продажи даже сайтах конечно как это не ваючники просто так как это конечно не это ошибки пропускает сейчас рассказал уже тогда переставить камеру чтобы так вот какую-то картинку просят наверное картинку то что мы будем делать да 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 я сейчас так видите я перечиски буду кидать в чат да вы нам присылали она перечиски будет появляться в чате я взял сейчас для этого мастер-класса немного попроще работу чтобы нам успеть все сделать то есть в в принципе ну тут можно такой этюд используя даже на заре картины в принципе то же самое горы да море то есть можно очень горы море александр а извините пожалуйста у нас просто небольшой технический сбой вот мы вас видим с техником наши зрители пока нас к сожалению почему-то перестали видеть дорогие друзья сейчас мы эту проблему решаем так александр в принципе да пока можете рассказать нам именно что-нибудь да они вас слышат но пока не видят вот сейчас как раз у нас техник решает эту ситуацию так да ирина я вот пока александра вижу сейчас а сейчас скоро и вы все видите александр насколько знаю у вас вот очень много выставок проходила и причем не только в россии но и по всему миру так вам наш наш техник написал об этом так друзья сейчас сейчас мы все увидим и начнем наш сегодняшний мастер-класс так друзья остаемся на связи сейчас мы решим эту небольшую техническую заминку так александр вам написал наш техник что можно будет сделать чтобы это все так что друзья немножечко совсем осталось подождать так вот александр нас видит но слабо да так друзья сейчас александр немножечко от нас удалиться и в принципе вы сможете уже хорошо его наблюдать и начнем мы да мы немножко не задержались но совсем скоро мы начнем сегодняшний мастер-класс александром миляковым поэтому пока можете приготовить уже так сказать хвосты кисти все остальное и мы с вами начнем вот александр у нас отключился пока от нас как раз с тем чтобы зайти уже и соответственно все что было хорошо дорогие друзья до f5 пока у нас не помогает потому что у нас александра нет на связи а вот он появился александр александр как нас услышали вас слышно замечательно так друзья поставьте пожалуйста плюсики если вы нас стали видеть и слышать если меня только слышно пожалуйста поставьте f нажмите f5 обновите страничку и это обязательно вам поможет так сейчас мы дождемся я надеюсь плюсиков а к секундочку пока александр у нас сожалению пока нет изображения сейчас я уточню у техников если звук то и слышит ли александр участники выступления так сандра секундочку пока вот сожалению кроме нас вас пока никто не видит сейчас я напишу об этом счет чтобы кто у нас не отходился но пока никто не расходится так друзья сейчас мы устраняем устраняем уже активно устраняем данную проблему вижу ваши минусы к сожалению значит значит вы меня слышите да возможно даже вы меня и видите пока александра сейчас мы это как раз решаем наши техники связываются александром милюковым чтобы обеспечить вам максимально достойное качество и видео и звука немножечко возможно нам придется подождать но как раз для того чтобы видео и звук были на максимальном возможном сегодня уровне так да пока обновление странички у нас не выдает картинку потому что ее у нас пока нет алена совершенно верно изображения пока нет но вот как раз данный момент наши техники активно работают в этом направлении так и поэтому да не на воду просит погромче но это уже когда начнется выступление собственно личное коммерческое использование так поэтому речь и потом управлять ирина да вот сейчас пока никого к сожалению не видно не меня не александра немножко совершенно подождите мы очень извиняемся за этот небольшой но как раз мы сейчас решаем данную ситуацию чтобы повторюсь обеспечить максимально возможное качество видео и звука поэтому друзья вот сейчас я вам пока давайте я вам пока в чат отправлю порой ну которую мы сегодня будем рисовать так и таким образом вы уже сказать подготовитесь психологически к нашему второму сегодня мастер-классу уже с александром милюковым и до жена на врагане вы знаете мы а в принципе мы уже скоро подключимся поэтому так вот я вижу александр уже предпринял определенное действие чтобы подключиться к нам и буквально через полминутки мы его увидим друзья кстати сегодня мы так секундочку сейчас уточню да вот от вас пока пошли минусы потому что соглашусь соглашусь действительно пока кроме меня вы ничего не видите возможно даже не слышите хотя вроде бы слышите вы меня сегодня все время так александр александр а вы снова с нами так друзья пожалуйста поставьте плюсики в чат если вы начали видеть и слышать александра а не только меня сегодня да так ждем пока вашей ответной реакции повторюсь что сейчас у нас небольшим опозданием так сегодня получилось начнется мастер-класс александра милюкова сегодня мы с вами будем рисовать пейзаж маслом и пейзаж будет с моря именно горы так сейчас секундочку вы нас опять слышите но почему-то да вот не угадал да вот не не видим и не видите вы нас я вот вас в чате вижу но к сожалению вы не видите меня и пока александра да вижу только я так судя по чату у нас пока только звук только звук сейчас мы тогда попробуем если этот вариант не помог сейчас будем попробовать другой вариант решения нашей технической неполадки поэтому в данный момент так сейчас мне пришла информация определенная так дорогие друзья сейчас я уточню нашего техники через какой период времени александр к нам присоединиться вам об этом расскажу так вот ирина ну вот хотя бы слышно шикарно нас пока вот хоть это плюс как говорится на так друзья да пока f5 к сожалению не поможет поскольку александра пока не видит никто только мы с техником вот но совсем скоро увидим его мы все уже и вы тоже и мы начнем как раз таки начнем наш сегодняшний пейзаж маслом так друзья секундочку я тогда вас так сейчас у нас произойдет буквально несколько секунд перерыв трансляции вы пожалуйста не пугайтесь буквально отрицательно займет секунд пять десять не больше вы ничего не будете видеть на экране и после этого мы сразу же уже появимся вместе вместе уже с александром так сейчас секундочку и и и Продолжение следует... 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 так давайте еще раз проверим это как у меня слышно поставьте плюсик если слышно друзья да можете поставить плюсики в чат если вы знаете александр здесь уже больше зависит от индивидуального интернет провайдера просто да повторюсь что действительно у кого интернет не очень высокой скорости то возможно что сам канал обрабатывает так сказать ставить на авто настройку низкое качество изображения здесь уже мы к сожалению не властно данным процессом так александр вот все хорошо пошли плюсики кто-то даже стоит по три плюсика сразу видимо нас очень хорошо видно и слышно да я думаю вполне можно начинать да примерно то же самое здесь будет море небо александр вы могли бы еще по ходу выступления до периодически показывать зрителям по вид палитру если возможно называть цвет цвета которым вы пользуетесь и к другому часа я совершал розовый цвет ответы на и титановый плюс чуть чуть я взял камня красного сейчас про основатель оттенок сейчас мы дадим разоматым оттенком начинал куруша чистым берега титановая плюс чуть-чуть кармия красного начинаем вот так вот писать вот сюда в море то есть я сейчас объясню для чего это сейчас сделано потому что в море когда я помню в хрымских горах был поднялся понимаете высоко на гору нет такой интенсивный оттенок но взяли она как бы этой интенсивностью надо приглушать поэтому сейчас я волю начинаю писать это цирулиум или можно если нет цирулиум можно использовать крон кобальт синий зеленый добавление в белье пока что я пишу чисто чистой краской здесь но ближе к горизонту нужно добавлять розовый оттенок чтобы чтобы море она не плоско у нас смотрелось чтобы она как бы уже уходила вдаль и дело у вас планета идет форму шара ну как бы она закругляться вот туда и то есть нам надо показать что что море она уходит в глубину получается что чем дальше она племени горизонта тем оттенок должен быть менее интенсивный поэтому здесь уже почти чистой сейчас краской пишем но потом будем усложнять еще тут главная цель чтобы чтобы краска превратилась как бы в живое море сейчас я примерно объясню как это сделать пока мы круглым пятном закроем проблему со звуком у кого спрашивают на корилл это не пишем от массовыми красками теперь мы начинаем как бы один на стенах другой ловлять процент 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 с горизонтальными движениями плавляем для розовой стенок в синем сейчас мы видим на самых первых этапе картины как бы пытаемся создать глубину сначала кардинала как бы должна выглядеть по пятнам большим вот здесь который ближе к нему краю сюда добавляем немного кадмия желтого немного зеленоватый то есть смотрите чтобы не сбиться вот здесь вот у нас чисто синий цирулевый хром кобальт синий зеленый здесь он немного желтый зеленоватый ходит а здесь розоватый то есть как бы изначально мы уже создаем пространственный ход такой особо долго сейчас на этом нацепляться не будем сразу же замечаем берег я беру охру светлую добавлением марс желтый прозрачный чуть-чуть добавляю можно немного чуть-чуть желтый добавить здесь я подбираю как бы вплотную к оттенку моря начинаю подбирать оттенок берега сначала я как бы тоже большим потном сейчас раскрою не вдаваясь ни в какие детали а потом уже буду добавлять сюда основная стенки травы то есть и добавлять разнообразие то есть а 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 в в в в в в в в я буду намечать линию горно-дальнем плане, они отличаются от неба, они немного сильнее, они получают черную краску, добавляют немного опры красную, получается такой сиреневатый оттенок. Александр, вот вопрос из чата, чем вы разбавляете краску? Краску разбавляю, раздавитель номер четыре, он очень назывался из художников, он назывался из художников. В магазине он назывался раздавитель номер четыре, могу даже показать, как он выглядит. Ну это чисто российского производства, питерского, мне больше всего нравится. Спасибо. Нам можно добавить немного нитромарина из синей краски. Сейчас задача раскрыть картину, не вдаваясь в детали большими пятнами. Потом уже все это уточнить и довести до такого успеха, совершенства. То есть вдали горы, они такие, как бы, ну, не надо себя ярких красок добавлять, можно быть, ну, как бы, ну, смесь черной, там, электромарина, розоватых и стенках. Здесь гора такого, ну, еще такого более разделенного тона. Я вообще беру так просто длиннее и чуть-чуть окры светлой добавлю. Доброе утро! Все, здесь著ак, конечно. Доброе утро! а но не банк он еще как бы более разделена но вообще то есть практически штуки я думаю в большом году он смело закроет сероватым оттенком потом можно немного добавить просветок там синей просвечиваю чистый небесный такой цвет главное сейчас тоже не как бы в особо разнообразии не спасти, чтобы он добавляет немного другого оттенка цвета на первом этапе создания картинки надо как бы найти основные цветовые тональные отношения на первом этапе в в в в в Так, Александр, да, вижу, вижу в чате, секундочку, сейчас мы уточним, ситуация это только у наших двух зрителей или общая. Так, друзья, у кого нет изображения, пожалуйста, нажмите F5. Вот техники мне подсказывают, что все хорошо, значит, только, возможно, у кого-то. Вот такая ситуация, сейчас вам напишу в чат, что делать. Так, вот сейчас я уже в более таких темпах. Сейчас еще раз повторю. Вот, в принципе, ну я сейчас делаю по принципу, как делал художник Репин, то есть основные вот эти пятна, как бы на палитре ищу и подгоняю их уже на палитре и потом переношу сюда. То есть, в принципе, у вас на палитре должна быть, ну, как бы такая же картинка, только в более таком размашистом виде. То есть, там должно быть пятно моря, пятно горы, пятно берега. Так, что мне надо, что я не могу. сейчас он сплавляю там оттенки которая вдали как бы один другой вот теперь можно видеть форму вот этой которая поближе то есть я подберу тоже утрамарин с белилами и намечаю форму то есть здесь такой скалистый обрыв как бы бывает там белого цвета стала вверху такой синеватый можно уже наметить немного камней ну камней тоже тень холодными я намечаю свет будет теплый то есть в живописи постоянно думаете о тепло-холодности чем больше тепло-холодность в квартире и на наживе и выглядели фотографировали сейчас я намечу свет на камнях на камнях белилая титановая плюсофра светлая а и Продолжение следует... Так, вот в основном мы наметили, вот теперь море надо как бы сделать, добавлять, добавлять постепенно глубину в море. Сейчас я уже практически чистый, вот этот цвет цирулиум, начинаю его сюда добавлять. Вот краска немного, она начинает подсыхать. И вот здесь вот средний такой тон, чтобы начинала появляться глубина, прям буквально уже чистой краской, без берин, начинаю сюда вводить. Вот так как у нас тут есть уже другие оттенки подмешивать, то оно как бы дополнительно живописное дает. То есть, никогда не надо там чистой краской там, скажите, писать. Ну, в повредках, конечно, случаях. Вот так вот... Вот образоватый вот этот оттенок. Если... Вот сейчас я опять втираю вот эту краску синюю, там с горизонтальными движениями, и она уходит как бы вглубь туда. Надо еще немного усилить. Тут задают вопрос с цирулиум, чем можно... Я уже говорил уже вначале, там можно взять хром-кобальт синий-зеленый. Конечно, там другие синие краски возьмете. Можно, конечно, попробовать, но... Допустим... Голубой ФЦ уже... Это как-то сложнее было гаража сделать, потому что он как бы... Цирулиум, он... Ну, такой мягкий у него цвет. Поэтому желательно использовать. Конечно, у кого есть опыт, можете какие-то другие синие попробовать. Ну, как бы... Ну, сложность... Сложнее будет. Вот здесь не забываем, что здесь в этом... Ну, ближе к этому краю. Здесь лучше сделать так... Чуть желтого добавить, чтобы такая вот... Не знаю, как это делать. Вморе. То есть, как бы тут... Такие оттенки убирают. Достаточно. Теперь нужно... На передний план оттенки добавлять. Сейчас попробуем ее делать. Здесь, там, вот, марс желтый. Немного изумрудного сейчас подважно добавить. Вот как здесь вот мы можем... Начать добавлять сюда... То есть, если море мы написали горизонтально, сейчас вот траву я начинаю совершенно по-другому писать. Допустим... Такими-то вот такими мисками. То есть, старайтесь всегда, чтобы... Ну, когда вы пишете, что-то там... Ну, начинаете другой участок холста писать. То есть, соответственно, если там другая фактура, там... И, правда, совершенно касание кисти к холсту должно быть. Как можно разнообразнее. Вот тоже дополнительный... Игрок артии начинает... Можно сюда добавить, почему... Такая краска есть марс-оранжевый, прозрачная, что добавляет на такой интенсивные горячие оттенки. Александр, подскажите, вот вопрос из чата. Насколько густая краска основного фона? И как, вообще, как тонко вы накладываете краску? Я как бы ее растираю, чтобы она не очень густая была. Ну, чтобы там... Ну, как сказать... Не то, что она прозрачная, чтобы она укрылисто покрывала, но в то же время, чтобы там особо лишней краски не было. Что она будет мешать, как бы... То есть, как бы, тоже, наверное... Какую-то меру, знаете... То есть, пока что очень густо не пишем. Пока что пишем так... Ну, может быть, средний густо. То есть, никаких фактур показывают. Ну, как бы... Как при письме, там, на стихийном, когда там краска уже... Слишком густая. Ну, да, пишем на разбавителя. То есть, а густая краска, то, скорее всего, когда... Ну, как бы, она вообще-то с разбавителя. Бывает, потому что, там, на стихийном, для разбавителя, то есть, просто делают густую краску, потому что... Ну, и... Сейчас покажется называемый. То есть, она такой средней густоты должна быть. Угу, спасибо вам. Вот еще просят уточнить, какие краски вы используете для травы. Это, вот, видимо... Я уже говорил, это я взял окра светлая, плюс немного масса желтой, прозрачной. То есть, где-то в тенях я вот добавляю масса оранжевого, прозрачной, и изумрудная. Вот эти краски. Ну, спасибо. Масса оранжевого, прозрачной, и изумрудная. Они... Как бы, такие... Вот сейчас я делал краску. Масса оранжевого, то есть изумрудная. То есть, где темная, прямо, вот, идеально, какой-то, там, без всяких разбелов, поминат, какие белилы. Да, вот, точнее, сейчас вот уже можно в эту траву пока что белил там не добавлять. Как бы через зону попробовать. Через зону свет. У нас тут никаких разбелов, чтобы появилось. Сейчас я вот как бы дровую вот так вот кристикой в торцовую. Такими ударами, как бы. сейчас вот ненавидим тени, ну, вот, где трава, а потом можно уже туда с разбелом немного оттенков добавить. Если она, ну, вот, так и новатор. Главное, тени наметить прозрачными красками. Тут уже можно, в принципе, погуще, для краски. Я вот сейчас прямо вот так вот на кисти даже могу, вот, вот, беру вот такой замес белил с охрой. Уже практически без разбавителя даже, может быть. потому что тут как бы дрова, она такая, ну, можно ее по фактуре здесь сделать. Так, вот тут спрашивают, вначале холст разбавителем смачиваете или подмалевок по сухому холсту? Ну, в данный момент я по сухому холсту делал. В принципе, ну, кому как нравится, можно только не разбавителем, я иногда слегка протираю льняным маслом. Ну, как бы, она дает такой немного, ну, сглаженный, ну, как бы, там, москве как бы сплавляет, сплавляет так, нет. Теперь я опять, как бы, долго не зацикливаясь на на этом участке, начинаю уточнять следующее. Вот там горы вдали, небо. То есть, ну, тут смысл такой, чтобы постоянно не зацикливаться на каком-то участке, а переходить от одного к другому. Потому что, если вы на чем-то одном зациклитесь, то у вас, ну, как бы, живопись, она, может, не цельной получиться, как бы раздробленной. Так, чтобы добиться цельности, необходимо постоянно переключаться. Во-первых, ну, как бы, у вас, вы отдыхаете от одного, там, ну, то есть, писали там, ну, как бы, интереснее так, а во-вторых, это правильнее, потому что, ну, как еще раз повторюсь, равномерно, во-первых, написать картину, а во-вторых, чтобы добиться цельности в картине. Сейчас я добавляю таких розоватых оттенков в небо. В желудке начинаю замечать облака. Еще плюс, ну, к тому, почему так надо делать, потому что я краска, она, как бы, густеет постепенно. И сначала, допустим, сложно там облака и ну, сразу вписать. Когда вы, так сказать, минут там 10-15 педагогов делаете, ну, как, пока мы писали праву, здесь уже проще, вот, уже вписать сюда облака. Прямо в этот те на кубках вписываем облака. Так вот, горы, они вдали, как бы, в такую дымку погружены, ну, как бы, вдали в облака, то есть, можно прямо вот так вот, как бы, мягко, ну, в направлении разбивать, как будто они в дымках такой находятся. Да, тут мы спросили без постозности. Ну, на поводу постозности, постозность можно вот здесь вот, ну, как бы, увеличить, а на дальних планах постозность как бы нежелательна. То есть, постозность можно еще взять, когда будем писать, ну, беру скалу, то есть, тут она может присутствовать. Лучше это ярко сглайдить. То есть, тут принцип такой, что чем дальше предмет, тем в нем меньше контрастности. То есть, если на переднем плане мы можем сильно контрастно издать, а вдали уже контрастность должна быть гораздо меньше. Сейчас я быстро не разговариваю, что тут она в море мягко писалась. сейчас сейчас я некоторые линии сглаживаю так, чтобы видеть такую целительность изображения. Где-то там заходит одно на другое линия, в море она вписывается, где-то там резко она должна играть, как на камне вот на этом. Чем больше разнообразия, разнообразных приемов, тем живее у вас будет выглядеть из-за работы. Постоянно присматривает ищите то, что можно добавить. Сейчас я вдали еще хочу добавить розовый. Тут надо конечно осторожнее пытаться не чисто добавлять серого, чтобы не очень не вязал. Ни одной вот линии видите, как бы прерывисто чтобы как можно больше разнообразия в линии было. Можете вот так поднакидать розовых оттенков, а потом какой-нибудь другой замес сделать и уже других оттенков добавлять. чтобы создать мерцание такое скала. Сейчас я розовых сделаю. Сейчас допустим я смешаю каких-нибудь сильных ультрамарин допустим. Или даже фиолетовый возьму. Ультрамарин я смешаю чуть-чуть кроплак от розового полуночного добавлю. Получается такой фиолетовый оттенок. Начнут тени намечать немного сильно как бы тоже надо по интуиции то есть когда чувствуете что вы на оттенках немного сильно вдали как бы разбеливать. И старайтесь многие начинающие художники допускают ошибки что они там замешали замес и начинают вести по всей этой Давайте все-таки делать линии такие прерывистые. сейчас я здесь тоже намечу как бы тени гор и уже у горы как бы начинает форма проявляться. прям розоватые вертинки синие ультрамариновые оттенок добавляю но тут начинают горы проявляться форма. не забывайте что если здесь ближе вот такой контраст там он все-таки должен быть дальше и сливаться с тем как не переусердствуйте допустим когда тень делаете а иначе гора будет объем превращаться в плоскость чтобы как бы нежелательно до вот теперь я возьму чистый такой марс оранжевый прозрачный и начинаю как бы камни уточнять кармии красный игры света на камнях начинают прорисовывать камни и и и и и и и и и